Я забыл, обо мне заботятся. Итак, в прошлый раз мы говорили про Рамбома и, по-моему, не кончили. Дело в том, что Рамбом в какой-то момент ему очень сильно повезло. Ему, вот как бы это сказать, сегодня это называется, нашелся спонсор и дал ему, когда деньги под проект дают, как называется, это специальное слово есть. И дал ему, оплатил ему двухгодовое, взял заказ выполнить книги по медицине. В результате появилась довольно толстая книга, которая называется, значит, ну их там две важные медицинские книги у Рамбома есть. Одна из них – это выдержки из этого самого Асклепия, а одна из них, значит, Перкей Моше – это медицинские указания уже самого Рамбома, в основном следующие Галема. Книги по медицине, они выполнены на арабском языке, есть их перевод на иврит, есть их перевод на английский. Кто любит средневековую медицину, может их почитать. Ну, смотрите, ну давайте учтем, что медицина, в связи, довольно сильно устарела. Все-таки медицина последние два века развивалась с дикой скоростью, и все это про другое уже давно стало. Но это время Рамбом потратил на написание третьего трактата, третьей книги, которая составила его славу уже даже вне еврейского мира, а именно он написал книгу, которая называется «Мурена вухи». Значит, переводчик на русский, Мошо Шнейдерс Дзаль, Сихрона Левроха, ее обозначил, он, значит, на русском языке, эта книга вышла первой, первая часть из трех частей, я тоже с удовольствием бы нашел спонсора, чтобы в стиле Миши Шнейдера спокойно выполнить перевод второй, третьей части, но увы, значит, он назвал, перевел, это «Путеводитель растерянных». Ну, я могу сказать, почему. Потому что «невухим», вот это слово ключевое в названии, оно в Торе, в Библии встречается в чудесном месте, когда царь Ахашвирош и Аман сели пьянствовать по поводу указа всех евреев убить, значит, а царь и Аман сели пьянствовать, в Ир-Шашан-Невуха, а город Шушан пребывал в растерянности. В старых названиях регулярно пользуется еще «Путеводитель заблудших». Значит, краткое содержание книги выглядит следующим образом. То есть, нет, цель написания книги, Рамбов открытым текстом пишет цель написания книги, это для тех грамотных людей еврейских, которые неплохо знают еврейскую традицию, это в смысле читают лист Талмуда, а году знают. И вот они открыли книги по философии и пребывают в состоянии тяжелого растерянности, потому что совместить философские знания с еврейскими знаниями у них не получается. И вот для того, чтобы как-то помочь своему ученику Йосефу, имя написано, по форме пишется эта книга. Значит, то есть цель книги явно прописана – совместить иудаизм с философией. Замечу, вот это не попытка изложить иудаизм современным научным языком, как это делает Яуда Галеви, например. А Яуда Галеви, он, ну, скажем, он умер и родился Рамбом, где-то вот так вот по времени. То есть Яуда Галеви, он как бы предыдущее поколение. Где Яуда Галеви занимается, там, одним из ключевых вопросов философии иудаизма, а именно темой пророчества. А Рамбом собирается совершенно другим делом заниматься. Он не пытается каким-то образом продемонстрировать, где философия расходится с иудаизмом. Вот я не знаю, насколько это важно. Дело в том, что Яуда Галеви довольно плохо относится к философии. Имеется в виду классической философии, в смысле, ну, в том виде, в каком она к его времени существовала, аристотельянским подходом, Аристотель, Платон. А он, ну, в терминах, принятых в философской науке, его надо назвать номиналистом. Ну, так, условные. Все эти марки, они условные довольно-таки. Но Рамбом занимается совершенно другим, и его подход составляет его славу в философии. Дело в том, что он на протяжении, значит, книги, как бы, вот давайте так, вот чтобы была понятна обстановка, в какой он пишет. Дело в том, что в первой части своей книги он пишет о существующих в мусульманской философии подходов к осмыслению мира. Там он выделяет две основные школы в мусульманской философии, ну, к его времени. Это школа Аш-Шири и школа Калам. Против школы Аш-Шири он говорит много и плохо. Фокус в том, что в то время, которое есть, именно эта школа объявлена догматически верной. То есть, то, что он пишет, оно является в некотором смысле преступным в Египте. Но вот это приблизительно, как человек при советской власти начнет писать книгу, где будет поносить марксизм. Ну, марксизм-ленинизм, давайте так. Вот эту вариацию марксизма. Причем поносить не с позиций, у вас идеология неверна, а поносить с позиций, что сами фундаментальные подходы неверные. То есть, именно вот философский разбор философии, которая стоит в основе этого. По этому поводу Рамбам, вообще-то, дома эту рукопись предпочитал не держать. И он по частям ее высылал за пределы Египта, отсылал ученику в Вавилонию. Ну, тогдашнее Египет отложился, в общем-то, от халифата на тот момент. И он ее просто пересылал за границу. То есть, то, чем он занимался, это такая диссидентская деятельность, вообще-то. Хотя он не собирался, ну, естественно, во внутримусульманские споры он вступать не собирался, но беда в том, что он не мог принять ту позицию, которая была вдруг объявлена догматической в Египте. В мусульманском мире. И это одна из проблем книги Мурмана Бухим, потому что, вот, скажем, я говорил в прошлый раз, что по мере продвижения работ над Мишне Тора, над галактическим трудом, Рамбам возвращается регулярно к комментарию на Мишне. Ну, вообще-то, комментарий на Мишну называется «Моор Светоч», но кто же это знает, кроме меня? Ну, и еще те, кто знают биографию Рамбу, мы изучали отдельно. Она так и осталась в комментариях Мишне и все. Если я поставлю ссылку на книгу Светоч, то меня просто никто не поймет из-за бритых читающих даже. Значит, но он со временем возвращался к комментарию на Мишну и переписывал. И ежели у него мнение менялось, он вносил изменения. Я приводил пример, что в результате, например, в Виленском издании Талмуда и в Виленском издании Мишне с теми, где с двумя комментариями, то, что называется, приведен перевод первого варианта Рамбама. Почему-то именно он попался тем автором. Первый вариант комментария к Мишне. Сегодня никто его не издает. Издают последний вариант, изданный Рамбам Йосифом Капахом. И первый вариант, я, например, обращаюсь только, когда обнаруживаю, что кто-то странно ссылается на Рамбам, я обращаюсь к тому комментарию, посмотреть, что видел он. Просто предшественники, когда начинают обсуждать, они ссылаются на другой вариант. Поэтому надо сравнивать. Но это для исследовательской деятельности, для изучения Мишны, конечно же, читать надо современные издания, где приведено последний вариант. И там расхождения довольно приличные бывают, кстати. Более того, Рамбам ведь всю жизнь, до конца жизни, вносил исправление в Мишне Тура. И это довольно существенный вариант. По этому поводу, например, дошли письма, где его задают вопрос. Вы в таком-то законе пишите так-то, ваша честь, а вот мне кажется, что следует, вы правы, я ошибся, исправьте. То есть просто открытым текстом. Рамбам в этом смысле, что такое личность. Вы правы, я ошибся, исправьте. Я внес исправление. Теперь это звучит так. То есть в этом смысле личность пытается доказать, что прав он. Он когда видит аргументированные вещи, точно так же, например, в Йохот Филин, у него есть письмо, в котором говорит, что я долго смотрел по разным источникам, и я вначале придерживался такого-то мнения, а теперь придерживаюсь такого-то мнения. Он был гибким человеком очень, но опять говорит о личности. Так вот, в Мурен-Авухим эта работа не проделана. Части рассылались, довольно быстро высылались из Египта, и в результате никаких исправлений в эту книгу не вносится. То есть вот с этой книгой нет никаких проблем с версией. Она та, какая есть, никаких исправлений в ней не было. Она вот в том виде, в каком она лежит перед нами. Другой разговор, что это означает, что Рамбо был лишен возможности провести окончательную редакцию уже сведенной книги. И есть там одно место, где видно, что он сменил мнение, но в двух частях Мурен-Авухим два разных мнения. И я даже знаю, в какой момент он сменил это мнение. Просто он, ну, я не буду сейчас рассказывать, это длинная история. Но в результате в одном месте Мурен-Авухим написано первое мнение, а потом написано, что правильное мнение такое-то, при этом он не говорит, что я там ошибся. Он не может писать в одной книге, а приводит в другое мнение. Но эта книга не прошла вот такой редакции. Она не прошла, то есть окончательное сведение все в единое целое не происходило. Мурен-Авухим, что нисколько не отнимает величие этой книги, потому что это действительно было для своего времени совершенно слышимательно. Фокус вот какой. Рамбом там занимается тем, чем занимается в какой-то смысле, у мусульман этим занимается Ибн Рушд, Абероэс. Я не знаю, говорят ли вам эти имена, которые я перечисляю, но это один из крупнейших арабских философов. И я подозреваю, что его надо считать концом арабской философии времен высокой арабской философии. Но Маймонид, скажем, знаком был с его трудами, познакомился очень поздно, и, по-моему, после Мурена-Авухим. Что, вот, я не знаю, мне очень хочется рассказать вот в общей черте этой книги и почему она вот столь неожиданна. Дело в том, что Рамбом как бы занимает в этой книге удивительную позицию. Он, вот, как пишется, вот, Калам, давайте я скажу пару слов, просто будет проще. Калам, от слова говорить вообще, это слово не от слова писать, а от слова говорить. Арабская школа, она возникла как попытка приспособить философские положения к нуждам ислама. То есть, как бы, это пропагандистское такое мероприятие. Вот ислам, вот философии мы друг друга любим. И это довольно обычная вещь. Вот люди, которые пытаются там брать научные факты и как-то приспособить к себе и сказать, что мы им как бы не противоречены, они мыслями вполне согласованы, но и подобные вещи. Рамбом занимается совершенно другим. Он пытается посмотреть, насколько это именно совместимо. Вот это честное исследование на тему, можно ли это совместить. Причем, вот Ялуда Галливий, когда ему что-то не нравилось, он говорит, что пусть в философии идет лес. Почти вот. Я не привожу цитату, но это близко к искажению цитата, но Рамбов занимается совершенно другими делами. Он действительно честно исследует, проводит честное исследование на тему. При этом он пытается, вот что очень важно для Рамбова, он пытается понять, что утверждает философия. Опять я повторяю, философия это Аристотель вообще-то. Ну, как Рамбов представлял себе Аристотеля и арабский мир, в котором он же представлял себе Аристотель. Понять, что говорит Аристотель и насколько это совместимо с основными положениями иудаизма. Вот, например, вот что мы знаем про Аристотеля? Это Рамбов, что он обсуждает. Первое. С точки зрения Аристотеля мир существует вечно. Это пункт первый. Пункт второй. Это главная проблема книги Кузери. В первой части главная проблема Бог великий, мощный и страшный. Насколько он может общаться с людьми? Возможно ли пророчество? Дело в том, что школа типа плотина как бы говорит, что Бог не может общаться с людьми. А плотина, я хочу заметить, что плотина во времена Рамбов мы считали Аристотель. Некоторые книги плотина считали, что их автор Аристотель. И Иуда Голливий как раз занимается этим и просто отвергает мнение философов, которые утверждают, что Бог не может общаться с людьми, просто отвергает мнение. Рамбов фиксирует это мнение и пытается разобраться. После этого он занимается следующим вопросом. Если принять основные положения философии, то останется ли место еврейским делам? Останется ли место для иудаизма? Вот этим он и занимается на протяжении времени. Согласитесь, что постановка вопроса она на выбор. Это не попытка сказать, вот мы берем иудаизм, смотрим на философию, и все, что нам философия не нравится, говорим, что это плохо. Все ровно не так. Что останется от иудаизма, если принять вопрос? Вот это то, чем занимается Рамбов Муран-Недус. Первая часть книги – это осколок другой книги, которую Рамбов несколько раз объявлял, что он намеревается писать. Это книга пророчеств. Он обещал ее написать уже в комментарии к Мишне. Всю жизнь мечтал о такой книге. Книга о пророчествах. Он эту книгу не написал. Но первая часть книги такое чувство, что это построено на записях, на подготовительном материале к той книге. Книга о пророчествах. Первая часть книги – это попытка составить словарь книг пророков, как понимать слова, как понимать иносказания пророка. Это вот такая попытка составить словарь. Причем обоснованный словарь, где каждое мнение будет обоснован. Вторая часть книги – это то, что я сказал. А именно в предисловии ко второй части книги приводится список постулатов, философских постулатов, которые надо принять. И дальше проверяются две основных вещи. Это основная догматика еврейская. Это есть ли место ГШГХ клалит, ГШГХ протит, а именно приведение общее, приведение честное, сотворенность мира. Вот три этих главных темы, которые можно ли совместить с философской системой постулатов, аксиом, которые он пишет, приводится в начале книги. Он этим занимается на протяжении второй части. А третья часть книги, вы считаете, я очень условно рисую схему, потому что в каждой части есть отступление и отход на другие темы. Третья часть книги – понимание тары и заповедей, как пути к совершенству, совершенству народа в общем и одного человека в частности. Это вот три темы. Причем здесь довольно важно понимать, что Рамбом совершенство человека и вообще совершенного человека, вот как Рамба представляется идеал человека, в Морене Вухим, это очень просто, идеальный человек – это философ. И, скажем, Рамбом был, наверное, первым еврейским автором, который как бы зафиксировал то, что будет очевидной истиной для европейских схоластов, что душа равняется интеллекту. И это продерживается в Европе довольно долго. У евреев первых, кто просто взвыл на эту тему и заразил, что это просто неправда, был Раф Хездай Крестис. И просто он просто возмущал такому взгляду на мир. Но, тем не менее, Рамбом, Абарбонель, например, вот человек, который прошел через 300 лет после Рамбома, Абарбонель, они как бы отриспляют душу с интеллектом. Ну, вы с такой раз оговорки не пишете. И по этому поводу вы сами понимаете, что совершенство человека это интеллектуальное совершенство и понятно, что интеллектуально развитый человек способен постигать вещи слабо увязано с материальным миром. Чем более человек интеллектуально развитый, чем более абстрактно он умеет мыслить, абстрактно в данном случае не отвлекшись от материальной составляющей, тем интеллект это сцеплит. Значит, тем он может в большей степени приблизиться к Богу. в результате выглядит интереснейшим образом. Рамбом несколько раз повторяет, более того, вот изменение, которое он внес в одну из своих книг, в предисловии к главе Хэлла в комментариях Мишня, он внес одну празу довольно важную, а именно Водкоп, что Мурене Бухием, он пытается доказать, что даже если вы возьмете классическую философию аристотелевого типа, все равно в нем, в этой философии есть место Богу. Даже если мир существует вечно, обратите внимание, Раф Сааде Гао утверждает следующее, вот чтобы было понятно, тут предшественник начинает Раф Сааде Гао начинает книгу с четырех доказательств того, что мир сотворен, то есть не существует вечно. Он приводит в четыре доказательства. Разные степени успешности, некоторые смешные, некоторые не очень, некоторые философские сегодня интересные. но, например, вот одно из доказательств, которые приводятся Раф Сааде Гао состоит в том, что если бы мир существовал вечно, то произошла бы то, что называется в современной физике энтропийная смерть Вселенной. Все бы разрушился, порядок, так как он считает, что порядок это вещь искусственная, то если бы мир существовал вечно, то порядок был бы давно перешел бы в бессмысленный хаос. Но в терминах современной физики мир не может существовать вечно, потому что тогда давно бы доступна энтропийная смерть Вселенной. Это вот то, что пишет Раф Сааде Гао. Он, почти теми же словами, он только слово энтропийное употребляет, потому что он его не знает. Но это единственная причина, почему он употребляет. Точно так же наступила бы энергетическая смерть Вселенной, то есть какой-то закон термодинамики, который утверждает, что вся энергия распределилась бы равномерно и все бы кончилось. То есть два таких доказательства. Нет, он хорошие доказательства. Но Рамбом пытается ведется совершенно непристойно в этом вопросе. Он доказывает лучше. Он говорит, даже если вы приняли, что мир существует вечным, то тогда в нем тем более есть Бог. Обратим внимание на логику. Вот если мир сотворен, то в нем есть Творец. Это ясно. Здесь это очевидно Рамбом. Давайте посмотрим, а если мир существует вечным, то в нем тем более есть Творец. То в нем тем более есть Бог, только теперь уже не Творец, Бог. Вот то, чего Рамбом понимает, в отличие от, по-моему, всех его современников, причем еще на многие поколения, что Бог библейский и единый греческий – это разные вещи. Вот Рамбом один из немногих это понимает. Но весь фокус в том, что он доказывает простую вещь. Если мир существует вечно, то в избежании тех самых аргументов Рава Садзи и Гаона, в избежании энтропийной смерти Вселенной, в избежании энергетической смерти Вселенной, вам нужно признать, что есть некая сила, которая в мире непрерывно набудет порядок и подставляет в него энергию. А тогда вы должны быть религиозным человеком, даже если вы считаете, что мир существует вечно. Вот это построение Рамбом. Оно, согласитесь, довольно смысл ищет. И вот почему. Рамбому важнее теологическая сторона вопроса, важнее существование Бога даже ценой библейских текстов. И например, вот когда он говорит, что он в конце рассуждения о сотворенности мира, говорит следующее. Вообще-то говорит, я считаю, что мир был сотворен и что это философская истина. Философская это научная. И я это делаю не потому, что так написано в Библию. В конце концов, я говорю, я всегда могу как-нибудь прокомментировать, так, чтобы понять, что это всегда было так. Открытый техникум, замечаю, просто открытый техникум. Тем не менее, так как система мира существует вечно, с Богом, рядом с миром, который поставляет энергию и порядок мира, она внутренне непротиворечива. мире, и так как еврейская система, мир был сотворен, внутренней непротиворечива. Повторяю, обратите внимание, то, что я сейчас говорю, это не интерпретация современной, это просто перевод того, что пишет heusRAMBOM на современный язык. Проверим на внутренние противоречия. Примем концепцию, мир существует вечно, и проверим, не будет ли интервент инсправции. Примем концепцию, что мир был сотворен и не существует вечно, И если там и там не будет внутренних противоречий, то принять можно любую из двух концепций, все равно какую. Но усмотрение пользы, но усмотрение человека. Я принимаю концепцию, что мир сотворен, потому что у меня она кажется лучше и потому что в ее пользу говорят пророки. Вот то, чего рабы проделали. Согласитесь, что вы надумали, что какой-то запредельный. Я считаю, что мир сотворен не потому, что с этого начинается беда, а потому что мне кажется, что это лучше. И при выборе из двух концепций – вечный мир и сотворенный мир – я считаю, что пророки правы. Я считаю, что пророки правы. Вот его построение. Согласитесь, что смелость – это какое-то запредельное абсолютно. Более того, далее во все свои тексты и в послание тоже. Я считаю, что мир сотворен не сотворен, потому что если мир сотворен, тогда в нем возможны чудеса и пророчества. Вот если мир сотворен, то в нем невозможны чудеса и невозможны пророчества. Вот две вещи, которые говорили ранее. Более того, если мир сотворен, то в нем возможно ГШКХ протит, а именно Всевышний заботится о конкретном частном человеке. Если мир существует вечно, то тогда в нем нет места ГШКХ протит, забота о всевышнем конкретном человеке, а есть только ГШКХ квалит, забота общая о мире в виде мировых законов. Для Рамбама, как это ни странно, тот, кто пытается, я много видел людей, мне много приходилось говорить с людьми, они никак не хотят понять. Для Рамбама факт сотворенности мира открывает дорогу к фундаментальной вещи, именно к пророчеству ГШКХ протит. То есть ГШКХ протит – частное провидение, потому что иначе не получалось. И всякий, кто пытается доказать, что Рамбам предпочитает Аристотель иудаизм, просто плохо понимает, что пишет Рамбам. Другой разговор, что его серия концепций довольно странная. Например, я сейчас не буду рассказывать о природе пророчеств, у Рамбама это отдельная интересная тема, и о природе ГШКХ отдельная тема. Но это все безумно интересная. Ровно потому, что вы смотрите, как человек феноменальных знаний. Что Рамбам – человек феноменальной памяти. Все, что он когда-то читал, когда-то учил, он помнит. По крайней мере, до глубокой стати. И безумно подвижным интеллектом при этом. Вот еще одна вещь. Вот люди с потрясающей памяти регулярно оказываются очень закостенелыми. Вот у Рамбама это нет. Причем вторая вещь идет у Рамбама, вот чем он потрясает, что во всех книгах ты видишь, как он последовательно применяет одни и те же приземы для решения разных проблем. И у него это получается. Вот инструментарий Рамбама безумно богатый. Инструментарий аналитический. Но он свободно применяет его в самых разных областях. В результате видно, что он последовательный в этом отношении. И он в этом смысле безумно хорош. Почему он так покоряет? Вот именно верности тому, что он считает истинной. И вот последовательность в этом вопросе. Я в этом смысле. Рамбам, путеводитель Растерянных, это такая уникальная книга. Кстати, между прочим, я считаю, что скорее книгу следует называть у руководителя обескураженных. Но все-таки слово обескураженное в заголовке звучит плохо. Я бы не поставил, хотя это правильное слово. И вот эта книга, которую повлияло на кучу народу. Именно вот этой смелости, на самом деле смелостью мысли и одновременно глубокой чертости. Вот смотрите. Хороший философ, когда его читаешь, то регулярно пытаешься прикинуть, какой бы ты ему поставил диагноз, если бы этот человек сошел в сне. Тип личности полиангарта, то что называется. Так вот, я не вижу диагноза Рамбана. Просто не вижу. Он абсолютно в меня и в силе. Очень мощно стоит на позициях здравого смысла. Но этот здравый смысл глубоко и широко образованный человек. Глубоко думающего, который не просто… Вот в чем разница между образованным человеком и Рамбом? Рамбом образован безумный штраф. Но при этом он не просто знает, он еще и понимает. То, что он знает, это глубоко обработано. Это хорошо проработанный материал. Это понимание, что здесь это делает, где это место в структурах мира. И в этом смысле, вот почему Рамбома читает. Он никогда просто так ничего не знает. То, что он говорит, это проработано и продумано. Более того, при простом чтении это не видно, но при изучении регулярно возникает понимание, что он проработал предшествие. Про чем? Вот, например, в Мурене-Гухиме есть фраза, что мимо меня не прошло ни одной книжки по Ильбелопоклонскому, которая вышла, которая написана на арабском языке. Я изучил их. Но есть концепты о том, что такое Ильбелопоклонство. Но он просто походя говорит. Я изучил их все. И я это знаю. Это те. То же самое. Для него фундаментально важна, для его философских построений, мировая астрономия. И он принимает астрономию в вариации Аристотеля. Он его принимает полностью и исходит из нее. Но в какой-то момент во второй книге он вдруг отвлекается на целую главу. Кстати, по-моему, там что-то произошло. Там идет три главы, где он меняет точку зрения. И на протяжении трех глав начинает забирать некоторые свои мнения об Аристотеле. Если раньше он как бы Аристотеля принимал целиком, вдруг у него явно закладываются сомнения. И он их кладет на бумагу. Представляете, человек написал половину книги, потом он нашел слабое место у человека, на котором он считал безукоризненным. И начинает забирать некоторые вещи и говорить, что здесь он не прав. Причем у меня такое подозрение, что он просто к этому моменту до этого этапон. А именно во второй книге в одном из мест он вдруг демонстрирует, что Аристотеля, его картина мира, обустройство вселенных, звездных сфер, небесных сфер, невозможно согласовать в принципе с позиции Птоломея. Ну, принято говорить, что он Птоломей. Я не уверен, что он Птоломей. Но Птоломей – это книга Аль-Магес. Главная книга по астрономии всего Средневековья. Вот когда вы читаете, что в Средние века считали, что Земля плоская, то всегда помните, главная книга по астрономии Средних веков – это Аль-Магес Птоломея, где четко прописано, что является шар, и приведены его размеры. Это главная книга Средневековья. Главная – это практически, ну, вот, Египет. До долгого времени. Вот. Более того, то, что Рамбом знает Птоломея, видно из его закона вычисления Рош-Кодыш начала месяца, где он целиком просто делает расчет, опираясь на конструкции Птоломея. То есть он знает, он делает расчет, он проводит на бумаге расчет, как надо проводить такие расчеты, и расчеты эти может проводить в таком стиле, только человек, который читал Птоломея. И не просто читал, понял, что там написано. То есть он проводит расчет пасту, унытый такой способ. Но вдруг он пишет то, что Птоломеевская конструкция не совместима с конструкцией Аристофелла. Особо вообще. Причем приводит аргумент в пользу этого. После чего он говорит, говорит, я вообще не знаю, что здесь делать с этим. Давайте скажем, мы не знаем, как устроить небесный мир. Все, что жатт с первой луны, мы просто не знаем, говорит он откровенным образом. Мы не знаем, мы ничего сказать не можем к этому опыту. При этом понимание, что вся система постулатов, которая написана в начале второй книги, она летит к черту, как только он подводит вот то, что он сейчас сказал, вот эту мину, которую он подвел, она сразу вся обваливается. Он понимает. Тем не менее, он пишет, что эта проблема, как решить ее, я не знаю. Нам остается сказать, что мы не знаем, что происходит на небесах. На небесах, астрономических небесах, не божественных небесах. Вот по поводу честного. Вот по поводу честного. Кстати, куча народу не замечает это место, почему-то не хотят замечать, они просто не понимают, кажется, что там написано. И видно, как он на протяжении трех глав друг за другом забирает высказывания относительно Аристотеля, говорит, я писал, что Аристотель суду прав, он не прав такого-то сорта вопросов, потом он не прав еще такого-то сорта вопросов, а в конце концерта у него картина мира неверная. В конце вдруг идет, а у него еще и картина мира неверная. Не доказанная, необоснованная ничего. Вот это надо понимать про Рамбул. И вот это честно, где он честным образом пишет то, что думает, не пытаясь замазать какие-то вещи. Скажем, в XIX век Рамбул приписывал тяжелое вольнодумство, как мне писал один знакомый, который говорил, вот в наше время Рамбул был бы врачом. Точнее, он в свое время был врачом. Ты о чем? Он был гофмедиком Саландина. Он был практикующим врачом. Он был не врачом теоретики, он был практикующим врачом. Ты о чем? Как это? Ну так? Оставил пять томов медицинских трактатов вообще. Пять томов. Некоторые из них чудесно. Например, один из трактатов – это просто конкретное указание пациенту, который мучается. Сегодня бы сказали, что депрессиями, отразившимися на его желудочных проблемах язвенного типа. Ну, там хорошо видно. И там серия рекомендаций по здоровому образу жизни, чтобы привести в порядке нервишки и вместе с тем укрепить диету для укрепления желудка, потому что одно связано с другим. И так далее. Но про Рамбул, как о враче говорили, что там великий врач такой, это там Авиценна, привели Авиценна, и Ибн Зимри, по-моему, лечит тело, а Муса ибн Абделла, то есть Рамбул, лечит тело и душу. Там считалось, что это у него сильная сторона, что он всегда рассматривает пациента в комплексе. Вот обратите внимание, его медицина на современников производила, он рассматривает пациента в комплексе, тело и душу всегда. То есть он не разделяет психическое и соматическое состояние пациента, но он то же самое пройдет во всех своих трудах. Он всегда все пытается рассмотреть в комплексе. Вот это комплексный взгляд на мир во всех трудах, и в глухительстве, и в философстве. Этим человек уникален. И именно поэтому, почему его так тяжело читать, когда человек рассматривает любой вопрос со всех сторон и крутит его в самых разных взглядах. Для него он не разделяет теорию пророчества и теорию сотворенности мира. Он не разделяет устройства Вселенной от правил поведения и от этики. Он все рассматривает себя там в вашем комплексе. И в этом сила. И вот это преднесенное им, это действительно много. И это серьезное. А вот дальше я хочу заметить одну вещь про Рамбома. Вообще-то Рамбом несколько раз пытались евреи вот чуть-чуть после истории вы несколько раз пытались запретить вообще-то. Именно Муреновухин. Не Мишнетура. Мишнетура не обсуждалась, что это суперкласс. Мишнетура, Анджияв Хазака. А вот Муреновухин несколько раз пытались запретить. Причем так, запретить как следует. В Испании пытались, в Провансе пытались, в Литве пытались. Каждый раз вмешивались. Самые высокие авторитеты в этот спор. И всегда, когда вы же так поступать нельзя, и это куда-то достает покоя. Значит, вот в литовских Мишивах действует правило Агра. Во всех Мишивах где-то там, вдалеке, на самой нижней полке, которую никто не видит, должен стоять Том Муреновухин. Кстати, в Мишиве, где я учился, он стоял. Причем, я даже знал, где он стоит. Он стоял в таком углу, который вот нормальный человек не видит. Но он должен там стоять. Это некоторое правило. Слишком сложен для неподготовленных мозгов. Слишком сложный, слишком много проблем вызывает и требует классной подготовки от читателей. книга Мурена Бехим. Вот если вот Кузари, которую я упорно возвращаюсь, Кузари, для меня это первая книга по иудаизму. Кузари, я честно признаю, я, ну, если он там не читает библиотеки, кто-то там какие-то комментарии спрашивает, первая такая, более серьезная книга, которую я читал, была Кузари. И на меня она произвела неизгладимое до сих пор. Это супер книга, она понятная, он говорит, ясно, хорошо, он понятен, его мысль кристально ясна. Она не проста, она ясна. И на неподготовленного человека с ней все в порядке. А вот Мурону Химину на неподготовленный человек просто не годится. Это просто книга недоступная, неподготовленная человек. Просто недоступная. Она слишком сложная. Просто напытана. Очень сложная. Она действительно рассчитана на людей, которые имеют, которые читали Аристотеля хотя бы с кем-то из комментариев типа Александра Сицилийского. То есть, я называю когда-то знаменитых комментариев, но сегодняшние люди читали какую-нибудь учебную философию аристотель. Я не говорю, что он читал самого аристотель. Слишком сложно для нашего времени. Но хотя бы какой-нибудь учебник прочесть, где его взгляды будут изложены более-менее в последовательности. Вот. И ну вот где-то вот так. Но еще раз. Дело в том, что философия была в большой моде, особенно в испанской общине, в прованской общине на Рамбом. По этому поводу взгляд Рамбома произвел нас современников, особенно в следующем поколении. Это уже младший современник Рамбома, Рамбан, Радемушебен Нахман, глава парижской Ешивы. Он вообще-то из Испании тоже, но он глава парижской Ешивы. А парижская Ешива по тем временам сравнима по значению с парижским университетом. То есть центр Миния. То есть он вмешивался в историю с Рамбома, он его, кстати, терпеть не может. Радемушебен Нахман, но он наставил, что его надо читать и надо изучать тому, кому надо. Заметьте, он для него Рамбом далек как чувств неприемлем во многих вещах. Причем время от времени он еще и гадости про него пишет. Не про него лично, а про его мнение. Тут хочу заметить, Рамбан, Радемушебен Нахман никогда не позволял писать выпады против личности Рамбом, но против его мнения там очень резкие выпады бывают. Тем не менее, он был тем человеком, который настоял, его авторитета хватило, чтобы прижать всех и сказать руки прочь отморо на весу. Он сильно повлиявший на всех. И даже там, где люди не понимают, что это ее влияние, я много раз сталкивался с этим, люди не понимают, чье это влияние, но дело в том, что он введен в иудаизм довольно сильный. И я хочу заметить следующее, что в следующем поколении и Радамоша бен Нахман не Радамоша бен Маймон, а Радамоша бен Нахман Бенастрюк. Это Бенастрюк дель Порто. Порто это район не португалей не Бенастрюк дель Порто. С этого поколения началось распространение кабалы в европейских общинах и в Сепартех тоже. И за многими сформированными впоследствиями представления кабалы стоят идеи Рамбама. Без его идеи по теологии кабала может быть была бы еврейская другая. Это неожиданно. Рамбам против кабалы равно как его предшественник Раф Саади Гаон. Да и кузари похожи тоже. И у Галеви тоже небольшой похожий кабалы. Но без них без Рамбам конкретно при том, что он резко против мистики любой. Большой против мистики. Тем не менее, кабала в высокой степени обязан Рамбам. Вот это удивительный эффект. Это есть эффект гения. Это умение заложить некоторые основы, которые влияют на всех. И на самом деле вот эта фраза не было как мушэ. Я цитирую поговорку «Имушэ от мушэ лоха як мушэ». Имеет в виду от мушэ рабэйна до мушэ бен маймон. Но во-первых, я уже сказал, что мушэ евреи не годовали и мушэ бен маймон один из первых. Но обратите внимание, ему плачутся в ремиде, кто же стал мушэ. Мушэ бен нахман. Мраман. Вдруг имя мушэ стало по всем углам, как пелось в какой-то песенке в кабаре еврейской в конце XIX века. Имя Мушэ стало одной из самых распространенных. Но вот это высказание «От мушэ до мушэ не было как мушэ», это просто правда. Это просто факт на местность. Ну вот так. Я просто остановился на некоторой ключевой фигуре. Если есть какие-то короткие вопросы, допускающие короткие ответы, я готов попробовать это. Да, если можно, в двух словах, чем отличается космос Аристотеля от космоса Птоломея? Космос Аристотеля очень красивый, очень аккуратный и все симметричный. Он не может не быть симметричным. Просто из философских концепций Аристотеля. Я могу вам показать просто по текстам Аристотеля, почему это так, но это не важно. У Птоломея, когда вы читаете теории центра и небесных сфер, вы обнаружите, что космос не может быть симметричным. Небесные сферы не могут быть симметричны, они могут быть ранее. Вот смотрите, старший современник Аристотеля Платон или это предыдущее поколение, не важно, говорит, что мир должен иметь идеальную форму, кой является шар. Платон. Аристотель вполне это принимает. По этому поводу мир выглядит так. Земля, вокруг него Луна в сферу Луны, вокруг нее на разных сферах, они все шары. Если вы попробуете создать механическую конструкцию по Птоломею, то эта система крутиться не может. Но представьте себе, что Луна вращается вокруг Земли, но центр вращения не находится в центре Земли. А еще хуже система. Марс вращается вокруг Земли, но не сам Марс, а вращается некоторая точка, в которой входит центр вращения Марса. Марс вращается по одной сфере, центр который находится на другой сфере. Значит, одна сфера совершает круг вокруг Земли, а Марс вращается еще одним кругом. У вас мощной картинки с природой не терпит пустот, при этом пространство между небесными сферами должно быть заполнено. Это правило Аристотеля природа не терпит пустот. Вот вся эта механическая картинка по Аристотелю двигаться не может в принципе. Она может быть только если симметричная система симметричных лоджи только в одном случае. В противном случае вся механика просто становится неподвинчивой. И Рамбо пишет именно то, что механика Птоломея невозможна запихнуть в идею республики. Это просто технически невозможно. Ну вот где-то так. Если быстро спасибо ну вот просто но по-моему без рамбом любой разговор о еврейской традиции без рамбом просто невозможен. Ну вот такая личность. Ну тогда давайте всем агит-шаббас. Хорошо. Большое спасибо, мэр. И всем всего доброго. Гуд шаббас. Шаббат шалом.